Повод всегда прекрасный и два прекрасных художника, два великолепных образца русской национальности у нас выставляются. Я думаю, что их связывает какая-то общая система координат, здесь даже такие слова, как дружба или еще какие-то такие связи. Я думаю, что здесь система координат общая, связанная с их землей, с их городом в Белисе, в котором оба родились, оба закончили высшие учебные заведения и оба в 1993 году прибыли в Украину, в город Киев, нашли совершенно восхитительных, так вот, звезды не сошлись, и нашли совершенно восхитительных женщин украинских, которые, я думаю, играют роль не только жен, но и соратницы, и единомышленниц, и, короче говоря, жен художников, потому что это особая ипостась. Это редкие женщины удерживаются на этой роли жена художника, потому что это особая роль, нужно пройти через очень много испытаний, для того, чтобы испытания со своим мужем, для того, чтобы семью все-таки сохранить, и у всех это удается. Ну, теперь немножечко о тех работах, которые представлены. Всем уже известно, что керамику вышла уже как бы за разряд бытовой, какой-то унитетарной керамики. И лучшим представителем в данном случае, конечно же, является абсолютно, на мой взгляд, гениальный человек, это Гееми Минашкиля. Он эту керамику превратил в объект дизайна, архитектуры. Она мобильна, она интересна как объект, она тактина, потому что все, что он делает, хочется все время прикасаться, трогать, гладить и так далее. Совершенно замечательный, как бы мастер, и его работы, они как бы совершенно интернациональными как-то, потому что, ну что он, в масках, или в кирпичах, или еще там еще, в треугольниках, или в шарах, которые он делает, но они все равно какой-то плен, то есть и несут на себе вот совершенно не уловимые, но ощутимые. Совершенно ощутимые. Ну и Давид Шарашица, который занимает совершенно определенное место в духовном пространстве нашей страны, тоже выступает она в случае не только со своими живописными работами, но и с керамикой, к которой он обращается все чаще и чаще, здесь представлены его замечательные интервью, и вот их общее их панно, керамическое, вот, на которых изображены гранаты. Гранаты — это такой фирменный знак Давида, и это не в ней по кандидару, потому что гранат совершенно замечательный, сила жизни, здоровья, счастья, удачи, успехов, здоровья, в конце концов, и это вот их общая помощь.